Данные исследования Центра политических технологий «Политконтакт» указывают на то, что большинство в Гагаузе выступает за укрепление отношений с Россией и интеграцию Молдовы в рамках Таможенного союза. По мнению 65% участников опроса, это является главным условием дальнейшего развития автономии. Однако, отметил эксперт, Гагаузы не будут активно выдвигать свои внешнеэкономические требования, если это не будет связано с их личным благосостоянием. У нас имеется опыт всего лишь трех исследований. На основании их, в общем-то, я могу сказать, что, конечно, преобладающее настроение в Молдавском обществе в целом, а в Гагаузе особенно, именно в пользу Таможенного союза и единого экономического пространства и со временем с Евразийского экономического союза. Определенным сдерживающим фактором, препятствующим проевропейской ориентации в автономии является незнание молдавского языка, что мешает в поиске работы в Италии и Испании. Однако, из запроса следует, что эта часть населения может изменить свое мнение в пользу Европейского союза, если будет упрощено получение виз в Германию и ряд других стран, что увеличит возможности заработка. Но это будет возможно позже, пока Гагаузы устремлены в Россию. Эксперт из Казахстана утверждает, что вхождение в Таможенный союз – это долгий и сложный процесс, но имеет ряд преимуществ. По сравнению, допустим, с Брюсселем, в Москву, в Евразийскую комиссию надо отдавать гораздо меньше полномочий. Там, допустим, в Таможенном союзе и в Единой экономической пространства нет системы квотирования, допустим, той же сельхозпродукции. А это, извините меня, вот, допустим, для той же Молдовы, когда, если вам скажут, поставят квоту на производство, это большая разница. А у нас, как бы, пока квот нету и, видимо, пока не предвидится. Результаты исследований не стали неожиданностью, но гагаузские политики выявили у себя много пробелов. Это все направлено на то, чтобы мы получали как можно больше информации. Ну, мы сегодня все, наверное, ощутили, что, как бы, встали некоторые ребята и говорят, ну, теперь понятно, не там нас не ждут, ни сюда мы можем не прорваться, если опоздаем, или даже если сейчас войнём, а что нам нужно, оказывается, конкретное, то нас будут требовать. Идеализируются некоторые моменты, не говорят о недостатках, но и при этом есть полное отсутствие информации. о преимуществах евроазийского пространства. Если ситуацию напрямую не увязывать с социально-экономическим развитием, то благодаря манипуляции с ожиданиями людей о повышении уровня жизни и возможности трудоустройства автономии может быть навязан курс, противоречащий взглядам большинства. К такому выводу пришли эксперты.